Музыка Ну и из-за своих удачных тактико-технических характеристик и конструкций она была запатентована и состояла на вооружении в 11 странах мира и в некоторых странах мира она до сих пор состоит на вооружении и даже участвует в некоторых локальных конфликтах в том числе по некоторым данным ее используют даже в локальном конфликте в Сирии и где-то она даже по некоторым данным используется и на Донбассе Они до революции, до начала Первой мировой войны эти самозарядные маузеры просто 1896 года они закупались в Россию ограниченное количество причем эти пистолеты самозарядные разрешалось покупать офицерам в качестве личного оружия и в ходе гражданской войны они остались на территории России а также в 20-е годы Германия поставляла определенную партию в Советский Союз в СССР и эти короткоствольные маузеры получили название «Болу» на Западе от сленгового «Болу», от сленгового названия «Большевик» вот так они назывались именно на Западе естественно у нас в России они назывались «Маузеры» «Большевик» «Бросы, различные образы модификации самозарядных пистолетов, маузеров, броса 896» «И, по итогам, универсальская конференция, мы будем иметь ограниченные границы» «Маузера» «Маузера» – это легендарное имя один Чапаев только с Маузером сколько бы с детства все время видели эти картины все с Маузерами дед Патиев Леонид Иванович, будучи командиром прозоотряда в гражданскую войну он машинистом был на Октябрьской железной дороге скорее всего ходил с Маузером потому что на самом деле его основная задача была всю гражданскую войну он снабжал хлебом Петроград uvь-э FM видео Паппус видео Паппус Продолжение следует...